Да-да-да-да, приветствую, приветствую, друзья. Два-три дня не рисую, голос становится лучше, кожа становится чище, и всё становится на своё место. Потому что интоксикации нет постоянной. Густая, многослойная, фактурная живопись – это большое, серьёзное дело. И вот сейчас мы с Константином Михайловым заполняем флешку, которую он сделал. Видите, наша эмблемка «Homo Futurus» вип-курс. Заполняем, заполняем в его ремесляжках там в Ростове Великом. И теперь, значит, картины я туда буду, фотографии ставить. Мы с ним договорились об этом. И каждый, кто захочет, получит эти фотографии, эти картины. Когда я начну опять рисовать, друзья, через некоторое время, получите новые. А теперь я хочу быстренько сказать о том, о чём я никогда раньше не говорил. У меня же есть ещё коробочка волшебных секретов. Например, если хотите снять состояние паники, состояние тревожности, состояние депрессивности, состояние истощённости, чтобы быстро выйти на состояние прояснения в голове, освобождения от постоянной вот этой бетономешалки в голове, для того, чтобы почувствовать какое-то ощущение глубинной душевной успокоенности, безмятежности, благоденствия. Нужно. Это моё открытие. Вам просто вспомните, какое любимое повторяемое действие вы делали в жизни. Или холохоп крутили, или плавательные движения, или в баскетбол играли, или в теннисе, или фехтовали. Или что вы делали. Вспомнить и делать. И сделайте его сейчас, и не старайтесь расслабляться. Ни в коем случае. Контролируйте всё, что происходит. Просто делайте это повторяемое движение. Выбранное, любимое, которое, может быть, вы в детстве делали. Может, вы там классики прыгали, или на велосипеде ехали. Симитируйте это. А потом, когда вы это сделаете, обязательно нужно сесть, сделать взгляд рассеянный. Не старайтесь расслабляться. Оно само вас расслабит. Это нейрокибернетика. Это не зависит от того, верите вы в это или нет. Это наука. Это мои научные достижения. Это метод ключ. Это один из приёмов метода ключ. Итак, если в этот момент у вас появится желание поплакать или слеза появятся, надо плакать. Появится дрожание, надо подражать. Это пока вы сидите с рассеянным взглядом и пустили мысль на самотёк, и думаете о чём думается, не стараясь расслабиться. Может быть, зевота появится, надо зевать. Может быть, нервный тик какой-то, но не плеча или ещё где-нибудь делайте. Это идёт автоматическая проработка выплывших психотравм и освобождение от этого. И потом наступает благоденствие. Да, друзья, попробуйте. Это всегда работает. До встречи.